денис приветствую тебя привет всем традиционная наша встреча по четвергам обсуждаем рынке тех кто только подключился и впервые видит такой формат напомню что мы говорим о технических фундаментальных составляющих движения многих финансовых инструментов но особенно тех которые нам кажутся самые самыми интересными с учетом тех условий которые сложились эта неделя ну что заседание пресс позади изначально рынок считал что это будет самый основной драйвер и катализатор мощнейших движений но мы видим то что в очередной раз заседание фрс это что можно сказать о пол несколько переоценили волатильность возможно в моменте была в каком-то формате но все-таки лично я если чуть-чуть отмотать назад очень хотел услышать крайне жесткую риторику очень хотел увидеть такой бодрый американский доллар чтобы он как следует надавил на рисковые инструменты тем более что ранее мы с тобой рассматривали именно потенциал снижения этих активов да и в целом если посмотреть на то что произошло с инструментами за последнюю неделю рисковый инструмент действительно были под давлением да и я думаю что позиционно еще и остаются поэтому сегодня и низ как насчет того чтобы посмотреть на перспективы европейской валюты британца потому что заседание банк англии и банк англии перехватывает инициативу решительности у федрезерва дальше можно еще коснуться золота тоже как альтернатива защитная альтернатива которые есть на рынке актуальная тема тем более что мы по-прежнему наверное как и все те кто следит за фундаментальным фоном вынуждены принимать торговые решения с отсылкой с акцентом на геополитические риски связанные с арабо-истраильским конфликтом эта тема актуальна то что нет плохих новостей конечно же хорошо но все-таки нужно быть реалистами учитывая как развиваются события в последней неделе в любой момент обстановка может ухудшиться и скорее всего она ухудшится и золото может оказаться той самой спасительной гавани которая за последнее время да и с начала этого конфликта с первого числа октября это легко можно заметить по динамике золота выросла уже почти на 200 долларов и я допускаю что это еще не предел ну ладно давай детали поговорим по инструментам начнем с меня сейчас так не могу обойти стороной индекс доллара традиционно начинаю анализ с этого актива как одну из основных моментов для принятия торговых решений вообще на валютном рынке индекс доллара текущей рокировки 106 28 это четырехчасовый таймфрейм мы видим то что вот это текущая четырехчасовая свечка она снова отрастает то есть зеленого цвета бычья индекс доллара снова начинает набирать высоту я очень надеюсь то что в конечном счете мы придем к уровню 107 это моя как бы целевая точка целевой ориентир которую я придерживаюсь уже довольно таки продолжительный период времени потому что я верю в сохранение потенциала роста доллара из-за тех экономических условий которые сложились из-за именно спрос на доллар как на защитный актив из-за то что на мой взгляд фрс все же будет придерживаться такой нейтрально жесткой ну позвольте такой мира формулировку монетарной политики потому что ну да на повышение ставки может фрс уже не пойдет но он например может нам травить байку о необходимости удержания ставки на отметке 5 5 процента на протяжении например 2 3 квартала 2027 четвертого года и это в принципе тоже будет воспринято рынком как к продолжение жесткой политики который рынок уже привык и политики которая должна ассоциироваться с макрепкой американской валюты у нас есть еще один козырь на этой неделе это дно фарма напомню что это релиз будет завтра соответственно денис на следующей неделе мы с тобой я думаю в каком формате вернемся к этому отчету и ну к нему нужно будет вернуться потому что все таки на фарма не влияют на решение американского регулятора по ставки его по вообще курсу монетарной политики я уверен то что сейчас наверное самое неправильное было бы это решить что фрс откажется от жесткой монетарной политики поэтому это должно лишить доллар основания для роста я таких ошибок сейчас совершать пока не буду какой-то период времени еще подблюдаю за американцем и сохраню вот эти вот свои бычьи убеждения что доллар может выйти к новому оконим максимум а что касается рисковых инструментов здесь все без изменений я думаю что цели 105 по евро прям просится можем оказаться еще ниже те кто считает что это не так я рекомендую открыть просто экономический календарь за последние две недели и полистать вот статистику по еврозоне по германии вы убедитесь в том что все крайне плохо особый акцент я и на своих брифингах также делаю на последний показатель ввп еврозоны когда мы увидели снижение квартального выражения на 0,1 процента в годом выражении показатель снизился с 0,5 до 0,1 процента но это один шаг друзья от рецессии я думаю что 5 рецессий образована в итоге придет и на контрасте со статистикой из еврозоны опять же посмотрите на темпы экономического роста американской экономики третьем квартале поэтому вердикт здесь следующий евро думаю останется аутсайдером будет снижаться пиковые локальные максимумы вот скажем так в среднесрочной перспективе мы видели несколько дней назад когда пара практически подобралась к отметке 107 и дальше с большой вероятностью мы пойдем на значение еще пониже завтра если данный по новым формам превзойдут ожидания экспертов то доллар конечно же покажет всем на валютном рынке кто остается лидером рисковым инструментом придется отступать британская валюта здесь тотальный сейл цель 120 я думаю что эту цель мы можем чести этически сделать на этой неделе сегодня завтра у нас есть два дня сегодня еще день такой приправлен заседание банка англии ставку точно ставит на прежнем уровне 5 25 сотых процента но думаю что банк англии будет вынужден пересмотреть и значительно улучшить прогнозы по экономическому росту и по инфляции инфляция несмотря на один с повышение ставки подряд остается на отметке 6 и 7 процента и случае с например американской экономикой мы понимаем что сильная экономика дает возможность федрезерву все же обдумывать возможность дополнительных действий по ужесточению политики а вот что касается англии там каждый отчет такой же плохой как мир в германии и здесь нужно лишь готовиться худшему к вот этому кризису который оставится на рынке недвижимости к еще больше просадки потребительской активности и я всерьез допускаю что из-за последних все-таки предпосылок для роста рынка нефти инфляция в англии может даже оказаться на еще более высоких уровнях поэтому здесь 150 160 пунктов нисходящего движения вполне реальной цели и золото это пожалуй единственный инструмент где я вообще никак не ссылаюсь на то что происходит с долларом потому что рост за последний месяц явно нам доказал то что золото плюет на доходность американских преживист и на то что происходит с американской валюты золотом управляет только лишь геополитика и до тех пор пока с заголовок сми не уйдет палестинно-израильский конфликт каждый день мы будем вынуждены обращаться к этой семье ну фундаменталисты я имею ввиду и случае каких-то новостей например об усилении увеличения присутствия военного контингента на территории сектора газ либо стычки столкновения это все будет рынком разбираться анализироваться через как бы призму того что это увеличит географию этих участников до сих пор смотрим с опаской на потенциальное участие в конфликте ирана что в конечном счете может отправить золото я допускаю я не грамм не удивлюсь если золото будет стоить 200 или даже повыше на этом самом конфликте так где не слово тебе так хорошо я прослушал тебя и в целом соглашусь по поводу укрепления бакса но здесь есть пару все таки нюансов значит если мы сейчас рассматриваем евро то мы четко видим что цена подошла вот в зону локального сопротивления при этом самое интересное это то откуда вчера мы отскакивали вчера был залит просто точнее он был залит еще частично прошлой неделе частично в начале этой недели очень сильный опционный хэш он находится в районе 1 0 5 1 0 5 20 и с этого диапазона как раз вчера вот и стартанула евро собственно сейчас ничего особо не менялась цена находится просто внутри флэтовый диапазон это самая вообще невыгодная область для каких-либо принятия решений для открытия сделок потому что на самом деле даже объемы которые вчера заливались они они очень маленькие были абсолютно несущественные и это меня очень сильно смутило поэтому я здесь вообще вне рынка был по евро не хотел вообще ни в какую сторону работать потому что ну видно было что мы будем дальше вот так вот в диапазоне находиться значит пока на данный момент цена находится под уровнем 107 у нас приоритетные движения по-прежнему направлено вниз то есть это до момента пока в районе вот 106 там 06 с половиной еще да то есть вот эти диапазоны от которых активно как раз продавцы работают то есть если говорить про более такую же среднесрочную перспективу да у нас и внизу есть длительное накопление которое если цена сможет пробить вверх это будет у нас означать что изменение уже даже не средний срок а прямо долго срока но пока этого у нас не произошло мне есть запасная на всякий случай вот здесь вот область 107 20 это контрольная маржинальная зона но пока смутные сомнения это так чисто про запас на всякий случай а вдруг туда дойдут но если вдруг там что-то произойдет и туда смогут дойти но вот тогда вероятность обновления минимума будет крайне низкой тогда скорее просто возврат внутрь диапазона просто сделают но это с нотки это просто запасной вариант основной все-таки сценарий это то что у нас с текущих будет дальнейшее падение то есть хотя бы на тестом в район 104 50 там плюс минус если в противовес смотреть индекс доллара то у нас тоже с такими достаточно глубокими откатами происходит текущее движение и было до этого сделано перепозиционирование на покупке то есть полное перекрытие сегмента вверх формирование правой части накопления причем и по цене и по времени его сделали практически идеальным отсюда отскочили вчера до наставки немножко тут прогулялись вниз но просто пришли в область как раз основу накопления это еще так называемая зонка вращения так что пройти вверх протестировать вот район 107 я думаю еще запросто могут есть единственное что вызывает немножко размышления это по поводу того вот вчерашний сформированный максимум лет и как и конечно не люблю графические паттерны что-то типа двойной вершины или все же это внутренние откаты пойдут добивать мне конечно больше склоняюсь к вариант пока что больше станет к варианту что это внутренние откаты будут добивать потому что это область накопления в которую сейчас пришла цена она достаточно значимая и глядя вот в противовес на евро то складывается впечатление что от зоны опционного хеджа просто отскочили на коррекцию и отсюда снова погонят вниз и кстати говоря та же самая мысль меня посещает и по фунту потому что по фунту совсем слабая была реакция то есть до объем с точки зрения вертикальных объемов здесь закинули не то чтобы большой прям но заметный однозначно заметный был и эта область длительную область накопления то есть для того чтобы здесь поменять всю тенденцию нужно нормально закрепиться вверху то есть хотя бы пробитом трендовое сопротивление закрепиться в районе 1 23 пока у нас нету закрепления в районе 1 23 у нас приоритетное движение по-прежнему направлено вниз поэтому я больше диска не спорят что будем тестировать минимумы в районе 120 40 потому что другого пока особо здесь у меня лично не получается изменение тенденции с нотки внутри вот такой флэтовой ситуации пытаться скрывается сделки внутри диапазон это очень очень опасно да и бессмысленно потому что и будет просто распиливать в обе стороны от границ действовать лучше всего и сейчас как раз вот верхняя граница от которой можно хорошенько прогуляться вниз вот и что касается золота значит я вчера на ставке были у меня мысли здесь конечно войти у меня заранее было еще в понедельник вот эта зона расчерчена 1970 от нее как раз прогуляться вверх но и из-за ставки я просто не стал здесь вообще ничего делать не стал дергаться потому что непонятно было то ли попытается еще чуть ниже пройти или все-таки отлететь вверх поэтому ударились одну вторую маржинальную зонку 1970 ее как раз верхняя граница и ожидаю собственно дальнейшее движение вверх на перехай то есть золото да но отвязано от остальных валют и конечно не соглашусь что здесь вот только геополитика это на самом деле не совсем так то есть техника здесь тоже прекрасно работает вопрос там под каким углом ее смотреть и так как у нас в принципе распиление происходит по-прежнему в опционной зоне то следующее сопротивление по тем же кстати опционами техники у нас получается вообще в районе 2050 то есть может одновременно у нас укрепляться и индекс доллара и также золото потому что мы эту же картину видим вот на протяжении последних последнего месяца точно и последних нескольких недель то есть даже вот локально видим укрепление индекса доллара и с тех же примерно времен у нас есть и локальное укрепление золота так что 1970 1 2 маржи потестировали и могут действительно попытаться вверх вот так вот прогуляться следующий диапазон здесь есть 1930 но это он на всякий случай потому что у меня уже сомнения насчет того будут ли его в ближайшее время тестировать а 1970 да действительно вполне так что при этом всем у нас и евро и фунт примерно тоже одинаково у них синергия в плане дальнейшего движения друг с другом есть ну и соответственно индексом денис спасибо тебе за рекомендации ждем нонфармы еще один катализатор для движения рынка может как раз уточните наши с тобой ожидания прогнозы ну итоги безусловно подведем во время нашего с тобой следующего эфира который состоится все еще четверг огромное тебе спасибо что разобрал со мной рынок после заседания федрезерва теперь оценен эпоха значимости хорошего тебе закрытия недели и класс выходных денис спасибо спасибо тебе тоже отличных выходных и грамотного закрытия торговой недели спасибо пока пока